Это наборы, детские наборы, шапочки-шарфики. Были следочки, шали. Наши рукодельницы сделали очень красивые. Они как шарф-шаль, очень бесподобно действительно. И вот из этого получаются такие прямо палантины очень теплые. Необходимые материалы серебряным волонтерам предоставили общественники и единороссы в рамках акции «Бабушкина забота». Первый этап уже пройден. Из пряжи рукодельницы успели изготовить вещи, которые вскоре отправятся в Донецкую и Луганскую народные республики. Вторую часть ниток передали от Диаспор, от Общественной палаты, от Национальной Диаспор. Они подключились к этой акции, тоже очень сильно поддержали. Наши бабушки, замечательные серебряные волонтеры, активные долголетия с удовольствием продолжат эту акцию. Все изготовленные вещи отправятся в Одинцовский волонтерский центр, а оттуда уже централизовано в Единый центр гуманитарной помощи в городе Домодедово. Дальше пункт назначения. Поддержка военнослужащих сегодня один из приоритетов, а еще сохранение исторической правды. С этой целью гостям показали документальный фильм «Чтобы помнили». Мне главный специалист, который занимался в верстке, это фильм, говорит, Надежда Борисовна, передайте поклон нашим ветеранам, потому что работа была большая. Фильм часовой, но очень трогательный, он очень нужен всем. И впереди, говорит, мы договорились с Министерством обороны, что будем его демонстрировать везде, где только можно. Фильм, созданный журналистом Михаилом Комлевым, буквально покорил сердца зрителей. Автор настолько точно передал воспоминания и события Великой Отечественной войны. Про борьбу с фашизмом зрители узнали из первых уст, от самих ветеранов. Получилось трогательно и реалистично.